Беспроигрышную комбинацию разыграли руководители школы шахмат при поддержке правительства Брянской области и городской администрации. Долгожданный капремонт помещения старейшего клуба по улице Луначарского состоялся. Из бюджета было выделено более 4 миллионов рублей. Дизайном интерьера помещения занималась московский дизайнер по заказу Яны Непомнящего. Он же профинансировал этот проект. Дизайнер решила сохранить оригинальную лепнину потолка. А чтобы помещение отвечало всем современным требованиям, Ольга Демишева соединила несколько стилей строгую классику и простой, но функциональный лофт. Для подрядчиков это не совсем привычно. Бюджетные объекты нечасто выполняют по дизайн проекту. Были у вас проблемы с тем, как сделать освещение в том виде, в котором оно сейчас существует. Поэтому мы предлагали со своей стороны несколько решений, но дизайнер высказала свое одно из условий, чтобы мы сохранили историческую лепнину. Поэтому мы сейчас видим перехлёст стилей дизайнерских, но в конечном итоге у нас неплохо все получилось. Свет в помещении – отдельная история. Светильников на потолке под сотню на нескольких окнах светодиодные ленты. Колонны сохранили, перекрасили в белый цвет и оштукатурили. Кардинально преобразились санузлы. Так здесь выглядели трубы до ремонта. Мы нашли быстрый общий язык с управляющей компанией. Представители шахмат и шахшек нам помогали в этом. Поэтому это текущие проблемы, которые на стройке возникают всегда. Поэтому, да, проблемы были, мы их решили. Полностью поменяли отопление, потому что отопление было изношено приблизительно процентом на 60-70. Все поставили новое, поэтому я думаю, что проблем с отоплением не будет. Во время ремонта удалось сэкономить 600 тысяч. Эти средства направили на ремонт фасада клуба. Его планируют завершить к 20 декабря. Александра Седачева, Александр Власов. События. Брянск.